здравствуйте два года тому передача с участием моего гостя вызвала огромный интерес и это понятно мой гость александр николаевский здравствуйте добрый вечер александр николаевский псевдо сейчас называется псевдо бацилла да сейчас называется псевдо сейчас уже никак не называется но когда-то в молодости являлся и является одним из авторитетов нашего города авторитетах можно говорить в кавычках можно быть прямо авторитетов и очень редко естественно появлялся в публичной плоскости я сегодня уговорил прийти за что очень благодарен ну игорь мы столько лет друг друга знаем я не мог вам отказать и зрителям таким образом ты мне тоже взял в авторитет каким образом мы два авторитет встретились в эфире и так разговор у нас пойдет о сегодняшнем хотя начну я его с истории ты хоть один день своей жизни работал на государства один день работал именно один день один день до работал но у меня получилось так что моя молодость как раз совпала с годами тоталитарного режима я крайне не любил советскую власть но так получилось вот просто не любил ничего личного мне она очень не нравилась и поэтому я считал что работать на эту власть это неприемлемо но ты родился воспитывался в интеллигентной семье где мама была преподавателем театрального училища художественно театрального училища а папа был тоже в театральном по моему или художественном училище преподавал физкультуру но родители были ну просто прилеплены к культуре каким образом ты человек который родился в этой семье который получил образование ну все равно в любом случае в советской школе где тебя окружали художественные ценности и разговоры о театрах а постановках учениках так далее и тому подобное ну то есть такая аура искусства чистом виде и вдруг ты становишься человеком который противостоит этому с первых дней своей деятельности в миру и до сегодняшнего дня нету наверное сказать что до сегодняшнего дня это уже будет преувеличением но сегодня даже пенсию не получаешь ну я ее не прошу зачем государство находится достаточно сложном положении сейчас идет война поэтому я считаю что те деньги которые я мог бы получать я пусть они лучше пойдут на нужды нашей армии мое мнение вот какое ну я ничего этому государству не сделал плохого и в общем то наверное ничего не сделал наверное стороны государства хорошего поэтому требовать от государства каких-то материальных благ для себя но это было бы неправильно ну а теперь перейдем к делу скажи пожалуйста очень много имен можно назвать авторитетов нашего города людей которые влияли на его жизнь которые занимались тем что создавали какие-то группировки наезды брали дань так далее и тому подобное я имею ввиду 9 примерно 90-е годы ну и 2000 скажи пожалуйста насколько это отвечает действительности или это во многом легенды которые одесса любит и которые сама немножко таскать и сочиняет в какой-то мере или ты практически ответил сам на свой вопрос мы живем в уникальном городе ну на мой взгляд может быть я ошибаюсь может быть нет но таких городов как одесса ну наверное в мире на мой опять же взгляд практически нет поэтому в нашем городе очень любит мифы очень любит легенды но не мифы и легенды древней греции естественно а мифы и легенды о нашем городе и если вот ты обратишь внимание особенно последние годы словосочетание мишка япончик бандитская одесса она приобретает все время свое такое все время более качественный такой вид и поэтому в нашем городе это любит в нашем городе очень любят таком то что то рассказывать такой может связано с тем что наш город ну всегда мы считали европейским и свободным городом да вот независимо от того как в каком состоянии он находится в каком государстве даже если честно говорить там советский союз это или украина и может поэтому мы любим сочинять о себе такие несколько легенды о с нашей свободе о свободе выбора о свободе жизни о свободе отношений в конце концов и как бы своих отношениях с действительностью жизнью вот мы у нас свое отношение между собой как ну одесса же уникальный город это как ли это судьба любого крупного припортового города который пережил ну что только не пережила в одесса своей жизни оккупации когда революции вторая мировая война или великой отечественной войны кто как кому как угодно это называть пережили всех ну у нас город плюс к этому же очень еще многонациональный как бы здесь переплелись все здесь скажи пожалуйста скажи пожалуйста я понимаю что мы не будем сейчас говорить о прошлом да мы будем говорить о недавнем прошлом 90 годах правда ли и действительно лет так что все что связано с бандитской одессой будем так называть красиво бандитской одессы и все что связано с существованием авторитетов и группировок всегда была связана с договорняком с властями нет то это такое модное сегодня слово договорняк я уже в силу наверное возраста и силы того что давно не занимаюсь никакой такой деятельностью противоречащей нашему законодательству не могу этого сказать но всегда присутствовала и договор и не договор в зависимости от того кто переходит красную черту ну судьба города в 80-е в 90-е годы было модно чтобы это было вот так потом мода начала меняться и сегодня называлась красной чертой ну послушайте ну ведь даже занимаясь какой-то противоправной деятельностью мы же все прекрасно понимаем есть такие вещи которые никто никогда не по всем нормальные люди считали что эти эти красные черты переходить нельзя поэтому сегодня ну наверное все уже изменилось наверное сегодня все по-другому но это правильно новое время новые люди новые вмешивались ли эти теневые структуры в политику до определенного момента пожалуй нет но потом когда все поняли что политика это отличный бизнес что может быть лучше при бизнеса чем политика ну ничего с это самый выгорода это имеется ввиду более чистый бизнес да с точки зрения бизнеса сложного ничего в общем-то а политика дает возможность в общем-то нормально жить нормально зарабатывать рычаги до ханя свой бизнес в том числе охранять свою собственность ну и наверное отвоевывать какие-то новые места под солнцем а это свойственно любым людям ну лучше политики ничего нет и вот это теневая сторона нашей жизни я имею ввиду жизни города она влияла на выбор мэра на выбор депутатов так далее и тому подобное ну я бы так бы не сказал я бы так бы не сказал имела может быть какое-то отношение но в основном влияли люди те люди которые приходили на избирательные участки вкидывали бюллетени которые прекрасно знали из передач или из различного рода кстати в каналы были что автобиографию данного конкретного человека но приходили и бросали свои голоса выбирали поэтому я считаю что это честно это честно если ты приходишь на предвыборный участок кидаешь свою бюллетень и получаешь что что ты хотел получить все никаких проблем я в этом таким образом во всех бедах виновны избирать нет 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 вы избиратели не виновны во всех бедах избиратель виновны только в одном они просто когда приходит голосовать они должны более внимательно читать автобиографии наверное или интересоваться теми людьми за которых они голосуют ничего в этом ну а своих кандидатов вы выдвигали избирали свои это я не знаю я нет я не любитель для меня эта тема это депутатство и все остальное она такая очень закрытая назову так это для меня закрытая тема поэтому отель сам не хотя никогда не хотел участвовать политику одно время был такой момент когда хотелось а потом я понял зачем буду себе чем это было связано желанием улучшить желанием работать на свой город чем это было связано это было связано только желанием обогатиться я очень люблю свой город но это было как обикновенный бизнес но потом я понял что это не для меня что я не вытяну я не настолько мощный и настолько сильны для того чтобы идти в ну мы начнем с депутатов правильно да ну вот не знаю я считаю что депутатский корпус сегодняшний настолько хорош что там таким как я ну я бы там потерялся иронизирует насколько я понял нет я говорю вполне серьезно я вам скажу что это связано с тем что ну как бы я в молодости перечитал книжек наверно всяких разбойниках робин гудах готовских дубровских и ну не умею я так и не научился вот прожил 62 года грабить бедных так и не научился не знаю наверное это моя сейчас ошибка но сейчас такое время я считаю что таким как я по сравнению с депутатами мы очень теряемся на этом фоне сейчас многие говорят о том что вернулись 90-е годы вернулись или это совсем уже другие дела и другие годы нет ну это неправильно сейчас 90-е годы или 80-е эти годы уже никогда не вернутся и моложе мы с вами игорь когда мы друга знаем уже очень много лет не будет это правда и вы знаете кто нас знакомил очень и я вам хочу сказать такую штуку этим этого уже не будет сегодня другая страна сегодня мы живем в других условиях сегодня более того страна находится в состоянии войны а вы же знаете что когда мирное время это одно когда вы грабите в мирное время это воровство когда вы грабите в военное время это уже мародерство ну поэтому есть большое отличие сегодня другие герои сегодня другие авторитеты и сегодня все по другому по поводу авторитетов играет ли сегодня и если сегодня авторитет и которые играют в жизни города одессы с его легендами с его жизнью с его бытом с его бизнесом какую-то роль достаточно серьезную или таких людей нет нету я считаю что на сегодняшний день все понимаешь и трудно нет это это совершенно нетрудный вопрос все ушли в бизнес сегодня все хотят заниматься бизнесом сегодня слово авторитет просто она поменяла свою свой смысл сегодня там депутат верховной рады вот на мой взгляд это уже авторитет депутат облсовета или депутат горсовета это уже нам это авторитетные люди которые сидят решают судьбы страны и судьбы области судьбы города вот это сегодня авторитеты а все авторитеты сегодня достаточно мощный есть аппарат правоохранительный который в состоянии я на мой взгляд по моему давай на ты уже перейдем да что ты меня на вы а я тебя на ты и при этом мы заявляем что мы знакомы сколько лет поэтому вопрос возникает сразу несколько наверно логичный ты говоришь правоохранительные органы существует а ведь все понимают что сегодня про хрыл правоохранительные органы не столь благостно существует сегодня практически полиция я имею ввиду разыкная поле разыскники те люди которые занимались именно группировками и всем что связано с вот такой теневой жизнью их просто нет многих просто уволили а может быть некоторые остались и уже находится в достаточно серьезном возрасте а полиция сегодня не в состоянии и у него по моему даже нет сегодня серьезных структур которые бы занимались борьбой или во всяком случае сдерживанием вот таких группировок поэтому странно звучит это сложно это когда-то ты вынужден был но во всяком случае опасаться бояться решать вопросы сегодня это уже судя по всему делать легче потому что нет тех людей которые за этим наблюдали которые были в курсе которые являлись специалистами в этом вопросе я вам хочу сказать такую штуку ничего страшного пришли научиться пройдут пройдет некоторое время может быть научишь ты саш ну я их чему могу научить есть достаточное количество людей которые работали в правоохранительной системе но они сегодня ну знаете в силу определенных политических моментов они сегодня отстранены они неужели саша вот мы с тобой занимаемся сейчас таким так фигурным катанием до парным фигурным катанием параллельных но ведь я знаю что все значительные события которые проходят в городе происходят в городе они проходят в городе ты присутствуешь ты стоишь сторонке но ты наблюдаешь от начала и до конца ты наблюдал все что происходило в этом городе как одессит который судя по всему ну просто живет этим городом и дышит этим городом я это невыспленно говорю я говорю это искренне потому что знаю свое отношение малой родине одессе 2 мая ты был на куликовом поле 4 мая не знаю но по моему тоже был на преображенской во всяком случае подъезжал туда смотрел и я имею ввиду когда освобождали вот этих сто человек выпустили из сизо да так можно сказать что это сизо или что это кпз кпз из кпз ты наблюдаешь за этим вот твои наблюдения скажи мне пожалуйста ты как свидетель этого всего тебя вряд ли вызывали куда-то и спрашивали вот свидетель 2 мая 4 мая вот твои вывод твои впечатления всего но я не могу сказать что я свидетель потому что свидетели это было на самом деле очень много очень много одесситов приходила ну для меня это такой факт прискорбный но к сожалению он уже был действительно но от одесса отличилась действительно все это приняло очень трагический и очень печальный характер потому что погибли молодые люди причем погибли те которые занимали такую патриотическую позицию которые были сторонниками украины как государства и погибли те люди которые были с другой стороны которые продерживали совершенно других политических взглядов я не могу оценивать это со стороны такой свидетельской я знаю одно что это большая трагедия но к сожалению она произошла и произошла она на мой взгляд в большей степени по вине тех людей которые могли ее предотвратить но не предотвратили поэтому сегодня вот эти спекуляции до погибших это для меня я я не понимаю погибли молодые ребята скажи мне пожалуйста а вот четвертого числа когда толпа выпускала из кпз правильно меня поправил людей ну практически не просто свидетели а исполнители вот этого действия трагического которая состояла второго числа и которые тут же разбежались понятно и которых уже очень трудно не то что найти этого не просто невозможно допросить потому что они кто приднестровье убежал кто в крым кто это было в тот момент когда их ну буквально в этот же день когда их освободили так скажем в кавычках да когда милиция бросила щиты и ушла куда-то тогда милиция она бросила щиты ты же тоже это наблюдал вот первое действие и второе действие как они связаны по твоему опыту да в общем то связи с такая не не очевидны дело в том что все к весь ответ только в одном что милиция бросила щиты вот и весь ответ ну судя по всему я просто намекаю считаешь ли ты что одни и те же силы принимали участие и 2 числа и 4 числа я вообще не считаю что какие-то силы в чем-то принимали участие еще я считаю что в первом случае это была спланированная история а во втором это была более такая стихийная и если люди пришли им удалось сделать то что они сделали то это только говорит о том что не надо было бросать щиты вот и все мы прославились второй раз уже на всю украина не ответил очень не ответил не ответил потому что понятно что если в первом случае милиция не предпринимает каких-то серьезных шагов или не в состоянии принять а во втором случае бросает щиты и дает вас чем они отличаются эти оба случаях в первом случае милиция ничего не предпринимает и во втором случае милиция ничего не предпринимает но существует еще и объединяет эти два случая вот это единственное что их объединяет плюс к этому существуют какие-то там на тот момент же были какие-то власти в городе я особо за этим не слежу но были какие-то губернаторы какие-то там были мэры, какие-то были депутаты. Сашенька, скажи, пожалуйста, сейчас ходят слухи, и это достаточно уже настойчивые слухи о том, что скончался Александр Анатольевич Ангел. Ангел, который ну, во всяком случае, я не говорю о легендах, но который как бы был, о чем говорят все, хозяином во многом и в Одессе, и имел огромное количество каких-то интересов в Одессе, бизнесов и так далее. Дом там и строительный, там и перевалка, там, там, да, 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 да. Ну, в общем, наверное, что-то и приписывают, но при этом при всем как бы и естественно, что обыватель мыслит себе картину рисует, передела передела города по новой схеме, потому что как бы хозяин ушел и нужен хозяин. Нужен, необходим, во-первых, нужен ли он, во-вторых, был ли хозяин, вернее, в первых, был ли хозяин, во-вторых, действительно нужен ли он и кем был для Одессы, так, совершенно искренне, скажи, Александр Анатольевич Анатольевич. Ну, послушайте, Александр Анатольевич, на мой взгляд, был очень умный, очень гениальный, на мой взгляд, даже гениальный человек, который, в общем-то, поднявшись с самых низов, он стал достаточно известным, достаточно серьезным бизнесменом, сделал себя сам, у него не было ни папы секретаря обкома, ни дяди секретаря райкома, а человек, который себя сделал сам и который только заслуживает, ну, на мой взгляд, к себе пусть земля, если это правда, пусть земля будет ему пухом, но... Ну да, это понятно. Это Одесса и это разговоры. Я думаю, что обывателю вообще не нужно об этом думать, потому что никакие переделы, даже если бы они были, его не коснуться. А поговорить в любом варианте те люди, которые знали этого человека, о нем будут помнить. Ну, Одесса же вообще удивительный город в этом отношении. Я думаю, что сейчас закончилась эпоха Мишки-Эпо, Кончика, и вот ровно сто лет прошло, да, по-моему, сто лет уже. Да, да, примерно, да. Как он был расстрелян нашими... Да, через несколько лет, да, в восемнадцатом году. В восемнадцатом году, да, но практически через сто лет. И сейчас начнется эпоха человека, о котором мы только что с вами говорили. Я к нему отношусь с очень большим уважением и с большим почтением, потому что это человек, который сделал себя сам. С плюсом это или с минусом. А нету ни одного богатого бизнесмена серьезного, который бы честно заработал бы свои деньги. Ну, их просто не бывает. Я думаю, что даже на самом нашем верху не всегда все зарабатывалось так, как было. Сейчас, я думаю, начнется эпоха... Ну, не мифов. Мифов это будет неправильно сказать. Сейчас начнется эпоха Сашина. То есть? Ну, то есть, рано или поздно, когда вот у вас уже передача, вы уже задели эту тему, потом будет еще одна передача, потом кто-то напишет книгу, потом кто-то захочет снять фильм. Ну, вот сняли же фильмы про Япончика. Ну, прошло, да, много лет прошло. Я думаю, что... Да, но это художественный фильм, более вызывающий даже симпатию. Более того, Япончик в этих всех фильмах вызывает симпатию. То же самое, я думаю, будет с Александром Анатольевичем, потому что я считаю, что это, если был, это был гениальный человек, который смог сам сделать. И если даже 50% слухом о нем это правда, то это уже говорит о том, что это был незаурядный человек. Ну, незаурядный. Недавно в одной из передач и я практически, почти процитирую, Александр Каменный на канале Круг сказал, обычно на телевидении произносят как бы конкурентов, но тут я с удовольствием это делаю, потому что я всегда произношу телевизионные каналы, даже если это существуем мы в одном городе. сказал о том, что Александр Анатольевич Ангерт платил с конца 90-х годов всем силовым структурам, я имею в виду верхушкам силовых структур, СБУ, прокуратуры и милиции, зарплату ежемесячную. Правда, не совсем понятно за что, но при этом не при всем как бы поощряя серьезную и достаточно убедительную коррупцию. Если кто-то кому-то что-то давал и кто-то что-то брал, это не вина дающего. Это совершенно не вина дающего. Если человек хотел увеличить свой бизнес, хотел увеличить свои доходы, он, естественно, предпринимал те меры, ну, послушайте, он же жил не в Америке, он же жил на Украине. А здесь такие условия, такие правила игры, поэтому он их, на мой взгляд, он делал все правильно. Скажи, пожалуйста, я понимаю, что в теневой, ну, все понимают, не только я, просто все понимают, что в теневой жизни нашего государства, нашей державы, нашего города и любого города нашей стороны ходят огромные деньги, очень большие деньги. Согласен? Ну, наверное, да. Играет ли какую-то роль эти деньги в развитии города? Вот, как ты видишь это? Вот бизнесмен, в прошлом, авторитет он, или это нечестно нажитые деньги, но они же могут превратиться в некое благо для города, в некую, какую-то знаковую стройку, в знаковое, отремонтированное какое-то здание, в строительство какого-то предприятия. то есть рабочие места и так далее в красоту, полезность, в какие-то другие сферы, культуру, но при этом, при всем, это может же быть очень прогрессивный вклад, а не только чистый бизнес с метрами жилой площади. Я хочу вам сказать такую штуку, что сегодня для всех, во всяком случае, для многих в нашей стране эталоном являются Соединенные Штаты Америки. А те, кто немножко знает историю Америки, те знают, благодаря каким деньгам и на каких деньгах Америка поднялась. Суть была в том, что все деньги, которые были заработаны каким-либо путем, вкладывались в свою страну. Вкладывались в свою страну. Благодаря этому, да, на начальном этапе и теперь Америка стала такой, какой она есть. Я вижу здесь, вы же видите сами, как город меняется. Да. Ну, как бы там ни было. Мы, конечно, можем там ворчать по Стариковской, что-то мне нравится, что-то мне не нравится, но город в любом варианте меняется. И меняется достаточно быстрыми темпами. Одесса становится какой-то привлекательной. Вы возьмите любой город Украины, любой. Это же мумии. Практически ничего не происходит. Одесса меняется. В Одессе идет масштабнейшее строительство. Постоянно открываются какие-то клубы. И благодаря, кстати, нашим бизнесменам Одессу знают практически уже во всем мире. Одессу знают в Америке, в Австралии, в Израиле, во Франции, в Германии. Знают уже везде. Поэтому те деньги, которые заработаны и которые вкладываются в свою страну или в свой город, потому что я не могу говорить о стране, как бы, о своем городе. Я явно вижу, что город меняется. Раз он меняется, значит, деньги идут и деньги вкладываются. Как эти деньги были заработаны, я считаю, что ни меня, ни обывателя это не должно интересовать. если вы приходите в магазин и вас там хорошо обслуживают, вы получаете качественный товар за свои деньги, я считаю, что все это прекрасно. Если вы приходите, мне, например, нравилась больше старая Аркадия, а сегодня очень большому контингенту людей нравится новая Аркадия, построенная. Послушайте, о вкусах не спорят, но кто-то же это делал, кто-то вкладывал деньги и суммы большие, вокруг строятся дома. Да, Одесса удивительный город. В Одессе не строят одесситы, конечно. В Одессе строят представители разных диаспор, но они строят, они же строят в Одессе, они не строят в Сумах, они не строят в Чернигеве, они строят в Одессе. И мой прогноз для Одессы, что это уникальный город, сказки и мифы все останутся. На мой взгляд, просто сейчас один герой, который мне очень всегда нравится, сменятся другим героем. А Одесса как была, так она и будет. Она будет развиваться, в Одессе будут вкладывать деньги, сюда будут приезжать иностранцы. Тут плечевые слова смениться одним героем. Ты уже знаешь, что он сменится? Ну, сто лет, каждые сто лет. Слушайте, эпохи меняются. Когда-то думали, что Советский Союз превратился в ничего, а превратился же. Мы же с вами прошли это, да и многие телезрители это все помнят. Кто мог подумать, что вдруг в 91-м году за два дня развалится такая страна, о которой ходили такие легенды. Опять же, это были, оказывается, только легенды. Легенды и мифы. И она взяла и развалилась, и ничего страшного. Сегодня ситуация такая. Мы с вами, конечно, уже другое поколение. Да, молодежи нравится что-нибудь другое. Мне, как одесситу, и к человеку, который из Одессы никогда не уедет, хотя такие возможности были. Я люблю Одессу, я люблю свой город. В Одессе моя семья, в Одессе мои дети, и я хочу, чтобы они жили в Одессе. Поэтому любые деньги, которые приходят в Одессу и способствуются для того, чтобы жители города жили лучше, я не хочу касаться политики и политиков. Потому что для меня политики, это вообще очень, это очень закрытая тема, и я не хочу об этом говорить, потому что я могу сказать такое, что после этого наша передача не выйдет в эфир. А я бы не хотел бы этого говорить. Выйдет, выйдет. Потому что есть люди, с которыми я отношусь с уважением, как бы их не ругали и что бы о них не говорили. Вот у нас сейчас это модно ругать то мэров, то еще кого-то. Ну, изберите другого. Если вам этот не подходит, выберите другого. Но почему-то ничего не происходит. И при этом все строится. Может быть, не так, как хотелось бы. Может быть, не за те деньги, которые... Ну, так что? Но он делает. Скажи, пожалуйста, ну, тут же возникает вопрос. Геннадий Олегович Труханов все, кому не лень, связывают с фамилией Ангела, с именем Ангела. Что он с ним связан, то ли бизнесом, то ли личными какими-то отношениями и так далее, и тому подобное. И не будут тебя спрашивать об этих связях, потому что это не очень тактично. А у тебя какие связи с Геннадием Леонидовичем Трухановым? Ну, Геннадий Леонидович я знаю по спорту, потому что он достаточно активно занимался спортом и вкладывал много средств в развитие. Благодаря ему, в общем-то, достаточно много известных спортсменов появилось в нашем городе. Сегодня меня ничего не связывает, кроме одного, я к нему отношусь с большим уважением, потому что мое личное мнение, это мое личное мнение, я никого. Я считаю, что за последние, ну, наверное, 20, берем выборы 1994 года, за последние 27 лет, это, пожалуй, на мой взгляд, лучший мэр. Как его не ругают? Ну, у меня вот взгляд вот такой. Я считаю, что он очень много сделал для спорта, очень много сделал для спорта, вокруг него очень большое количество проектов сегодня, мэрия работает, вы же видите, как работает мэрия. Все, ну, что ж, прекратим комплименты в адрес мэрии, бог с ней уже. Мнение достаточно, ну, во всяком случае, свое мнение, оно убедительно, потому что это свое. Будущее нашего города, связано ли оно с продолжением вот этих легенд, или, ну, его, мы в другой ситуации, мы в войне, мы украинский уже город, мы уже не являемся, ну, портовым городом, по большому счету, потому что сегодня, к сожалению, наши порты не живут так, как жили 25-30 лет тому назад, но при этом, при всем будущее. Скажи, нет, ты остаешься здесь, ты оставляешь свою семью, ты оставляешь своих детей, маленьких еще, ты надеешься на их жизнь здесь. Почему? Ну, я уверен, что те мифы и легенды, которые были, они останутся. Единственное, что это все перейдет в плоскость украинского языка, потому что, если раньше мифы были, ну, в основном на русском языке, то теперь мифы будут на украинском. Одессу не победят, что бы с ней не пытались сделать, потому что Одесса прошла такие испытания, которые прошли мало городов на территории Советского Союза. Все виды насилия, которые только могли быть, Одесса их прошла, выжила. Есть еще достаточно много одесситов, много одесситов живут за границей, которые хотят сюда сейчас вернуться. Я уверен, уверен в том, если бы я не был в этом уверен, я бы, наверное, свою семью спрятал бы отсюда как можно подальше. Да, будут сложности, будут все, что хочешь, может быть. Но на сегодняшний день самое главное, это одна вещь. На сегодняшний день должна закончиться наконец-то война каким-либо способом. Я не знаю, каким, я не политик. А мифы, они будут, есть и будут, тем более в Одессе. У нас же, вы же знаете, у нас город сплетников. Только раньше сплетничали на русском языке, а через несколько лет будут сплетничать все на украинском. Одесса и это перемелет. Поэтому я оптимистически смотрю на эти вещи. Спасибо большое. Итак, гостем программы сегодня был замечательный мой друг, я могу сказать, Александр Николаевский. Друг, хотя бы уже потому, что мы живем в одном городе и дружим очень много лет. Спасибо большое. Спасибо тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok